Метоза, тем более миоза, который будет занят, тема сложная, мудная и так далее. Но, если хотите понять основные генетические законы, понимание метоза и миоза абсолютно необходимо. Без этого все ваши представления о том, как наследуются грифмите, являются, ну просто, совершеннейшим мифом. Из скольких фаз состоит метоз? Цитокинез. Является ли это событие метоза или уже идет после метоза? После метоза. Цитокинез не следует причислять метозу. Необходимо запомнить их названия, не так сложно. Первая фаза метоза. Про-фаза. Вторая фаза. Метал-фаза. Третья фаза. Ан-фаза. Ингресс-последний четвертая. Вторая фаза. Четыре фаза метоза. Весь в целом метоз на самом деле не настолько и длинное событие. Весь целиком с начала и до конца, но он может занимать где-то порядка часа, иногда меньше, в некоторых случаях больше. Это не какое-то событие, которое, конечно, меньше не следует. Человек достаточно быстро проводит. В среднем, да, можно ориентироваться примерно на час. И теперь. Какие же события происходят в ядре, если в прежней метозе, прежде всего в ядре все-таки происходит. Что происходит в про-фазе? События про-фаза. Первое. Конденсация хромосомы. Конденсация хромосомы. Сейчас покажу, что имеется в виду. Конденсация и спирализация хромосомы. Вот у меня рука с ногой. Представим себе, что это у меня как раз одна из вот этих 23 нитей, полностью смутная на кистол. Вот так, вот так, вот так, вот так и дальше-дальше-дальше-дальше-дальше-дальше. Нитка полностью смогла медиться. Все равно она остается достаточно мобильная. А что произойдет? С ней, если я сложу вдвое, я вот так скручиваю. А размер уменьшится. Длина двое уменьшится, длианет разрастет. А если я еще раз сложу вдвое, я скручиваю? Да, уже совсем А если я третий раз сложу? Так самое. Так вот, ДНК проходит 7 скручиваний. Не 2, не 3 и не 4, а 7 раз. В результате многократно сокращается длина. После того, как спирализация завершилась, хромосома стала видна уже без всяких там электронных микроскопов, просто световой микроскоп. Выглядят они как хорошо заметное палочковидное тело, так и удлиненное, внутри ядра. И вот пару слов по поводу строения хромосома. Как на этом этапе будут выглядеть хромосомы. Помните, что у нас шло удвоение ДНК. В эспирюте все ДНК скопировалось. А дальше у нас будет очень хитрая задачка. У нас в ядре находятся удвоенные записи по всем делам. А теперь задача как-то так сделать, чтобы и левое, и правое дочернее ядро получили точные наборы. Полные наборы. Смотрите, какая набора. Допустим, у вас есть любимая музыкальная коллекция. Вы ее долго собирали, и она вся хранится. Вы там дома у себя скомпоновали, и вот она у вас есть. В ней тысяча песен. Ваш друг послушал, там часть ее им понравилась, он просил вам скопировать. Вот, скопируйте. Ну, вам не жалко, вы взяли там, откопировали каждый диск. Выложили это на стол. Сколько у вас дисков теперь на столе? Вы каждый диск откопировали. 46. 46. Отлично. А сами ушли гулять. В это время пришел друг. Да, на дисках ничего писать нельзя. Никаких пометок на дисках, никаких конвертов. Вот они лежат в 46. Пришел друг, видишь, даже звучит. Ну, он открыл портфель, взял 23 диска взгляб и пошел домой. Скажите, пожалуйста, скорее всего, произошел равномерный раздел информации или нет? Нет. Скорее всего, часть дисков он взял и копию, и оригинал. А это значит, у вас такого фрагмента просто не осталось. А у него он оказался удвоен. Но если какой-то фрагмент у него удвоен, а это значит, что у кого-то другого у него просто не было. Потому что это у меня осталось. Понятно, что после удвоения информации надо решить хитрую проблему. А как мы будем ее равномерно распределять между двумя владельцами? Предложите, как бы вы, еще раз, пометки на дисках ставить нельзя. Никаких записок раскладывать их на столе в определенном порядке. Слева куча, одну справа, другую тоже нельзя. Ваше мангулярное движение все это дело постоянно перемешивает. Как можно обеспечить их равномерное деление на две группы? На разность, каждый прослушивается. Каждый прослушивается, а каждый раз? Это застреливший маник. Конечно, как бы вы кого поставите. Перфигиски как-то между собой. Отлично. Вот такая идея. Значит, я что делаю? Беру первый диск, закладываю в копию, снимаю с него копию, вынимаю копию. Беру при этом кусок скотча и приклеиваю копию к оригиналу. И откладываю парочку. Беру второй диск. Так, скопировал, беру кусок скотча и приклеиваю копию к оригиналу. Отложил парочку. И так 23 раза. Пришел друг, видят, на столе лежит 23 попарно склеенных диска. Что ему достаточно сделать? Либо крик, либо вообще взять бритву просто. Беру пару, отрезаю. Один себе, второй оставляю. Следующий, ржи, ржи. Иди, подойдет. Абсолютно так же ведет себя крик. Когда за сперюдня снимается копия с ДНК. Вот у вас есть 23 пуска ДНК. Вот один, там где-то второй, там где-то третий, там где-то 23 вдали. Вот мы на примере одного. С остальными ровно тоже сами. И так копирующая система едет вот так и снимает копию. А в одном месте записана хитрая штука. Здесь следующая запись. В этом месте поставь скотч. Ясно, что молекулы будут не скотчем склеены. А чем? Здесь возникнет белковая ставка. Ставка из белковых молекул, которая привяжет эту молекулу зелененькую. Вот это просто. В результате. Вот теперь. Эта зелененькая копия от русского оригинала. Отвалится или не отправится? Нет. Хорошо. Здесь, а здесь ровно так же. Введем копирование, копирование, а здесь ставка. Поставь скотч. Приклеили. И дальше от копирования. Здесь введем копирование, а вот здесь склейка. А вот после этого хромосомы стали спирализоваться, укорачиваться. В результате, когда пройдет это событие пропаза, что мы увидим внутри гидра? А мы увидим вот такие палочки, которые попарно связаны. Вот так. Что их объединяет? Вот эти нити укоротились, стали толстыми, но не отваливаются друг от друга. Возьми вот этот статок, который связан. Называются такие отдельные нити, входящие в состав единой хромосомы, будут хроматида. Вот она одна хроматида. Давайте я розовую что-то делаю. А вторую хроматида не забравится. Итак, в профазе метоза образуется двуххромативная хромосома. Каждая хромосома состоится вот такой связанной папочкой. Преком, что можно сказать про информацию, записанную на одну и на другую хроматиду в одной хромосоме? А нет, просто точная копия. Ну, если ошибки в системе не произошло, и с поломки нет. То информация, записанная в одной хроматиде, в точности соответствует информации, записанная в другой. Идея понятна? Теперь, вот эта центральная остатка, этот духовый поясочек, носит свое название центромера. Как раз объединяет две хроматида хромосомы к клеймам. Хромосомы могут иметь достаточно разнообразную форму. Если вы когда-нибудь будете сами интересоваться, чтобы вы понимали, о чем идет речь, ну, где-нибудь там, на каком-нибудь научном сайте, в какой-нибудь научной статье, или в какой-нибудь учебной статье, что как называется. Вот, допустим, достаточно часто встречается вот такой вариант хромосомы. Расстояние от центромера до конца хромосомы, то есть вот это расстояние, да, будет называться плечом. Вот скажите, у этой хромосомы верхнее и нижнее плечи примерно одинаковые или различаются по размеру? Примерно одинаковые. Такие хромосомы будут называться равноплечи, с равными плечами. Хорошо. А вот эта хромосома, которая сейчас нарезана. А вот эта хромосома? Верхнее и нижнее плечи. Мне это одинаковые, наверное, или нет? Нет. Разноплечи хромосомы. Вот это разноплечи, это разноплечи. Ну и, наконец, возможно, вот такой вариант. Бесплечи? Нет, нет, нет. Бесплечи не бывает. Одноплечи? Не бывает. Дело в том, что второе плечо малюсенькое-малюсенькое, увидите только в электронном микроскопе. Совсем маленькое, но должно быть. Ужаско. Такие хромосомы будут называться палочка-битная. Палочка-битная. Почти целиком стоящая из одного плеча. Ну, вот три самых типичных варианта хромосом, имеющих одинаковые плечи, имеющих разные плечи, и палочка-битная. Так мы описываем с вами первое событие профазы. Первое, что происходит в профазе, конденсируется двуххроматидная хромосома, становится хорошо видна внутрь и дракона. Второе событие профазы. На самом деле мы его с вами один раз уже обсуждали. Вот такой ягод. Да, такой кусочек, который не изменился. Да, а что там за процесс происходит? Рибосомы производятся. Рибосомы производятся. В состав рибосомы рибосомальная коронка. А вот это коронка. А вот комплект мы сейчас. Значит, это на самом деле копия одного из кусков ДНК. Этот кусок много-много раз повторю. Зачем? А чтобы можно было очень быстро снять немного копий. И использовать их для построения большого количества рибосомы. Отлично. А после того, как мы взяли, все ДНК смотали. Может ли существовать ягодушка? Вопрос. После того, как ДНК смотаны вот в эти коробки и толстые хромосомы, может ли существовать ягодушка? Поэтому второе событие. Исчезновение ягодушка. Исчезновение ягодушка. Исчезновение ягодушка. Совершенно не талискезновение. Просто вымотали тот материал, из которого оно стояло, и скрутили нахожусь. Исчезновение ягодушка. Второе событие. Исчезновение ягодушка. А вот третье событие будет происходить не в кедре, а в цитопластах. Вот кедр. Вот кедр. Так и судьбе и толкается. Где-то рядышком с кедромом, у любой клетки, плавает совсем маленький органоид, который всю интерфазу непонятно чем занимался. Ну, он болтался, он болтался. Никакий активный процесс с ним не будет сверк. Но как только началась пропаза, этот органоид просто сошел с ума. Первое, что он сделал, был дублем. Тут же оказалось, что этот органоид состоит из пучка тугулиновых микротропочек. Помните, какие органоиды в клетке построены из пучки тугулиновых микротропочек? Это скелет, совершенно правильно. Только в этом случае пучки тугулиновые микротропочки не одна там в стороне от другой, они действительно кучком. Причем пучком сложные, специальные формы. В детали этой формы... Да, да, на мусорке еще. А так, что началось? Давайте я чуть увеличь наделом, нарисую. Вот одна центриолька, вот другая центриолька. От одной к другой проходят метр трубочки. Вот так. Скажите, пожалуйста, а что начнется с центриольками, если микротропочки начнут удлиняться? Размерятся друг от друга. Они начинают отталкиваться друг от друга. Именно этот процесс здесь и идет. То есть через некоторое время, что окажется, это центриольки вот так уехали. А еще через некоторое время, они дальше уехали. А еще через некоторое время, они предельно разошлись в клетке. Это к лазмолеуму? Нет, ну совсем к лазмолеуму она никогда не убиралась. Но разошлись на предельное расстояние. При этом они остаются соединенные микротропочки. Микротропочки эти под нагрузкой выгибаются вот такими пугами. В результате какой-то органоид образовался в статусной клетке. Называться такой органоид будет веретино-геление. Это главный органоид метоза и миоза. Итак, третье событие. Расхождение центри улиц. Но потом будет скелет перерастать. А оно вот так привязано с скелетками. Микротропчики идут не только от центриольки к скелетам, но и от других микротропчиков с скелетами. То есть вот эти места посажены наверху. Еще ноги немножечко, которые выходят и выводы с скелетами. Да, да, да. Мы это сами разбирали. Итак, второе событие. Расхождение центриолей и построение веретино-геления. Расхождение центриолей и построение веретино-геления. Вот оно. При этом, как совершенно верно, мне напомнили, мы с вами обсуждали, что некоторые микротропочки идут не от полюса к полюсу, а зависают точно посередине. Как бы это называлось? Вот эта плоскость, проходящая точно посередине между полюсами, экваторами. То есть есть микротропочки, которые идут от полюса к экваторам. Вот так. С этой стороны, допустим, синяя команда, ну а с этой стороны какая-нибудь, я не знаю, красная команда. Но и осталось последнее, четвертое событие про классы. Оно очень простое и очень короткое. Когда эти все три прошли, растворяется ядерная мембрана. ОПЕР. ОПЕР. Последнее событие про классы, четвертое. Растворение для распада ядерных мембран. Пока ядерные мембраны были на месте, могла ли хоть одна хромосома быть в стопор? Нет. Нет, конечно. А как только они полностью расслаживались, где теперь висят все хромосомы? Светопор. Светопор. После этого события хромосомы просто без стопор. И они присоединятся к синей и красной команде и расползутся к разным пусам. Помогите сначала подифернировать. Минус, скакет. Все, пан, скакает через ущелье тройным прыжком. Смотрите, после того, как ядерство творилось, у вас хромосомы, допустим, вот здесь появится. Данная конкретная хромосома появилась вот здесь. Скажите, пожалуйста, и как же она присоединится к синей микротрубочке? Где синей микротрубчик, а где хромосом? Сергей Николаевич, у мамы все хромосомы просто расползутся по 10 лет. То есть у хромосома вырастила ноги и... Дефондирует. Ага. Ребят, тяжеловато, чтобы дефондирует. Ну, на самом деле, это будет, конечно, смещение температурное происходить. Но нет. Здесь ничего на самотек сказать нельзя. Существует модерственный процесс. Ведь диффузия процесс случайный. На самотек нельзя. Иначе. Да. В этом моменте, как раз в момент, нам поможет, в рисунок деления, оно просто в заклассе от хромосомы и разделит его на два. Берите, ну не умеет никого заплассировать. Оно просто висит, правда, висит. Есть другая. Скажите, пожалуйста, стоплаза вокруг ядра. Цидоскелет есть? Да. Ага. Линии цидоскелета пересекают весь объем клеток. Да. А может быть, к нему кеназы ползают. А может быть, к нему кеназы ползают? Что это с хромосомами? А хромосомы просто центронервные. Ловят кеназу. Которая пробегает на строение по какому-то микротрубочке. И кеназы оттаскивает хромосому к лоскости экватора. Первое событие метафазы. Первое событие метафазы. Движение хромосом сквозь цитоплазму к лоскости экватора. Движение хромосом сквозь цитоплазму к лоскости экватора. Движение хромосом сквозь цитоплазму к лоскости экватора. Где проходит клетчный экватор, понятно? Лоскость все равно удаленная, а двух плюсов. А какие участки теперь клетки называются плюсами? Те участки, куда разошли в центре уровня. Хорошо, вы забрались, отлично. Давайте посмотрим. Хромосомы приехали к лоскости экватора. Как будет выглядеть? Далее говорим, что я повернул микроскоп так, что к лоскости экватора у меня стало горизонтально. Рисаживаю, что вы мне. То есть я взял свое препарат, что можно подвинуть. Здесь она у нас косая была, а я разжирнул. Итак, теперь у меня один полюс здесь, второй полюс здесь. Вот так проходит лосковное отделение. Ну и давайте посмотрим, что будет с хромосомами. Они приехали вот сюда. Обратите внимание, как они встали. Каждая хромосома встает так, что одна хроматида, синяя хроматида, находится в одном полушарии, а вторая хроматида синяя в другом полушарии. А что нужно сказать по поводу информации, которая зависит от белой или синей хроматики? Абсолютная пульта. А дальше что происходит? Розовая трубочка, которая шла к экватору от северного полуса, присоединится к центральному с этой стороны. Это северный полюс. Южный полюс. С какой стороны северный? С оси. Именно так. Вот хроматизные микротрубочки, ведущие по пюре. Привязалось. Это событие называется прикрепление центромер хромосом к микротрубочкам веретиналу. Видите на название события? Прикрепление центромер хромосом. Хорошо, прикрепились. И вот теперь буквально за одну секунду произойдет самое главное событие всего метода. Оно снимает даже не секунду, а доли секунды. После того, как все хромосомы прикрепились, одновременно на всех участках ферменты вовтаж режут центромеры. Ведь центромеры это был поясок, который связывал одну хроматизм с другой. Что произойдет, если ферменты развежут центромеры. Разпадутся. Ну вот, были два тиска склеены скотчем, помните, в моих примерах, я разрезал, один диск, копию взял себе, а второй диск оригинал, остается уходяем. Ровно тоже здесь происходит. Последнее событие метафазы. Разрезание центромер. А в результате очень важная штука произошла. До этого момента, вот здесь наша схема, сколько хромосом было изображено. Вот на этой схеме, вот здесь, сколько хромосом было изображено. Три. И каждая из них двуххроматизм. А теперь, вот этот момент, обсуждаемый, наверное, прошел. Сколько хромосом вот теперь на схеме? Шесть. Шесть. Шесть хромосом, и каждая из них, сколько хроматизм? Одно хроматизм. Одно хроматизм. Вот это настолько важно обстоятельство, что давай запишем. Начиная с этого момента, двуххроматидные хромосомы превращаются в однохроматидные, и количество хромосом, что с количеством хромосом? Возрастает в два раза. Да, удваиваются. Начиная с этого момента, хромосомы превращаются в однохроматидные, и количество хромосом удваивается. Для одной-другой щиплетки, потому что это пока еще нет. Хорошо. Все, метод позвоночился. А дальше, на самом деле, вы уже, я понимаю, что устали, но уже почти все закончилось. Дело в том, что следующая база будет стоять из одного единственного события, которое очень непопонятно. Не такой вот этот кусочек, который остался от центра мира, присоединяется к вот этой микротрубочке к кенажей. И что начинает кенаж делать? Кенаж ползет. Кенаж ползет, все ползет. А и кого она на себя тащит? Она тащит на себя в автоматидную хромосом. Вот это у вас вся анапасия. Очень монотонное, одноидностное событие. Это, как вы описали, В анапасия. Онохромативная хромосома движется вдоль микротрубочек веретена к полюсам. Итак, В анапазия. Онохромативная хромосома движется вдоль микротрубочек веретена к полюсам клеток. Дайте угадать. А в телохлорее это все достает мембрану. Подождите. Подождите, до этого еще дело не дошло. Скажите, к самому концу армур пауза, какую картинку мы будем иметь? Светили. Они все разъединились к полюсу. Только наверх? Нет. Так, две компании хромосомы оказываются. Одна компания вокруг какого полюса? Одна компания вокруг северного полюса, а вторая вокруг южного. Что можно сказать по поводу информации, записанной на наборе хромосом южного полюса? Абсолютно такая же, как информационный набор, записанный на хромосом северного полюса. Есть, нет, ошибка. Еще раз. Есть, нет, ошибка. Разумеется, разумеется. Это образуется ядро, да? Итак, обозрение тело фазы, ее поводу, можно еще одну, кратно написать. События тело фазы обратно каким событиям? Каким событиям? Профазы. Обратны событиям профазы. Разматывается? Знаете, мы же уже собрали две разные компании хромосомы. Что теперь надо сделать с ДНК? Раскрутить. Где стерилизация ДНК? Обратный. Да? Нужно ли теперь обратный профазы? Первый фаз. А, то есть сначала... Помните, там были четыре события прохлада. Стерилизация хромосом, построение веретено-деления и так далее. А, то есть сначала дескерилизация хромосом, потом веретено-деление... Дескерилизация хромосом, потом рвут веретено-деление... Разрушение остатков веретено-деления... Две мембраны. Создание ядерства и формирование уже какого количества мембран? Четырех. Да, две мембраны в этой зоне, две мембраны в этой зоне. Завершилось тело-фазы. создание мембраны в последний событий. Во всяком случае, завершение внешней мембраны. Ну и хорошо, после завершения тело-фазы. Что мы имеем в виду? Двое. Два вполне оформленных ядра. Что можно сказать о генетической информации, включенной в эти ядра? Практически идентична. Она практически идентична. Вот это и есть главная цель метоза. Главная цель метоза создания ядер-копий, ядер-двойников, несущих совершенно сходную генетическую информацию. Ну а после того, как метоз завершен, можно переходить в деление на спец. Происходит цинкенез у разных организмов по-разному. У нас с вами, у клеток животных, как правило, все происходит достаточно понятным образом. Вот при этом. Раньше у меня было одно ядро, прошел, успешно прошел мультус, у меня теперь одно ядро здесь, второе ядро здесь. Вот так. Значит, у нее пока единый цирк скелет, пока единая система органоидов, КПС и все прочие дела. Но после завершения ТЭЛа базы что начнется? На самом деле начнется работа цирк скелета. В части цирк скелета будет подтягивать мембрану и к этому ядро, и к этому ядро. Вот так. В результате, как это будет выглядеть с поверхности клетки? Такое ощущение, что вы на не тугонакаченный воздушный шарик одели снаружи поясок, сверху поясок одели и стали поясок затягивать. Как меняется форму шара? У него талет. Становится похоже на пио-блоковато. Значит, именно так. Появляется талет. Хорошо, я подсусть затянул. Что вы? Разберется. Старе еще уберем. Кто разберется? Ну, а когда я же думаю совсем трудно, да, перетяжка полностью подержится с тобой на две функции. Вот так проходит цитокинез. Называется этот путь за счет образования перетяжки. Итак, в животных клетках цитокинез проходит за счет образования перетяжки. А у растений у грибов? Ага. А у растений у грибов клеточная стенка. Попробуйте надеть поясок на консервную банку и затягивать. Так, сначала отлично с тем не вбарется. Чем дело кончится? Дело кончится тем, что поясок мог. Значит, надо сначала отключить и скрепить. и затягивать. Растительные клетки терпеть не могут раздеваться. Вот сбрасывают себя клеточную стенку и что с ними будет, если они растекутся? Заткнутся, они растекутся. Также внутри тоннопласт центрального поля высокого давления. может быть они внутри отстали звуколью, что с ней это происходит? Один. 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 Вот смотрите, а ведь если консервную банку купите здоровую, то она как-то нарасключит сегодня. Так, хорошо, я вам дам шнурочек из куска вот этой фюля, да? И вы будете стягивать консервную банку, пока она расключится. У вас что-нибудь выявили? Нет. Ну а если диалог на реальном коробке вот цепочку естественно. Да, да, да. А еще можно к трактору привязать и дернуть. Но мы же сейчас с вами говорим не о том, как можно было бы построить этот процесс, а о том, как он реально идет. Рейнерс есть некоторые? Ну да. Да, ну да, да. Может быть внутри котельные банки построите маленькие котельные банки. О, именно отличная идея. именно так растительная крепкая идея. Это значит, вот мембрана вот следующая метод. Вот она. растительная. Растительная. Так. Вот два ядра. Метод уже прошел. Вот два ядра, которые разожгли. Что делают ядра? Каждое ядро посылают сигналы, так, которые приводят к построению новых опций внешней грядочной мембраны. Смотрим, нижнее ядро. Нижнее ядро будет вот так. Причем не всю мембрану сразу строят. Смотрите, ускутая отдельно, да? Но со временем что сделает ускутая? Все раскурится. Да, а, вот это тоже построил нижнее ядро. Что будет строить верхнее ядро? То же самое. обратите внимание, эти мембраны плотные друг к другу или нет? Нет. Нет. Что каждый из клеток будет выделять? Помните, мы говорили, как визюклы выбрасывают вещество сквозь внешнеплеточную мембрану. Вопрос, какие вещества будут вот сюда выбрасывать вот этот просвет и верхняя и нижняя клетка? Целлюбозно. Целлюбозно. И в результате что здесь возникнет между верхней и нижней клетками? Кусок это различное вещество. Новый кусок клеточной стенки. Клеточные стенки у растений из какого материала? Целлюбозно. Из целлюбозно. В результате вот они две новые клетки, вот они старая клеточная стенка, вот она, да? А вот это что сейчас рисуют? Целлюбозно это название химического вещества. А это уже не химическое вещество. Это заново построенная клеточная стенка. А вот она ненужная часть здесь. нужна подойдет клеточная клеточная всей части нужна. Вопрос. Они такая союза с клеточной клеточной еще раз. Они такая союза с клеточной А вот здесь уже игры могут играть в случае второго. В случае многоклеточных растений как правило вот так. Но есть варианты деления когда эти клетки в конечном итоге отвалятся друг от друга. Такое тоже было. Итак мы с вами разобрали все события которые происходят при главном варианте упорядоченного деления клеточного ядра метозе. И при этом смотрели еще разные варианты возможного кода цитокинеза. В результате разобрал с вами обычный вариант деления клетокинеза. А может быть необычный? А может быть необычный. И если вам придет в голову плаш размножаться половым путем то только за счет метоза у вас нифига не выйдет. Дело в том что половой путь это вообще такое очень кучерявое занятие. Кто может объяснить зачем он вообще нужен? Чтобы разобрать среди потоков. А так вообще без полу размножение насколько оно проще. насколько оно безопасно. Я взял и пламал себе пальцы бросил на пол. Из него вырос такой маленький Андрей Николаевич люди забота. А я все время занимаюсь своими делами. Никакого забота о потомстве воспитании какая-то свадьба какие-то семейные тряпки зачем это все надо все просто делаю. Так вот если хотите иметь половое размножение будьте начи вводите совершенно особый процесс деления клетчатых ягодов иначе ничего не поможет. Да прошу. А у грибов так же у растений? У грибов да конечно. У всех у кого есть клеточная стенка. А у грибов кстати а кто помнит из какого материала клеточная стенка у грибов? Два же прослушаю. Вы с названием этого материала совершенно в другом месте биологии встречали. Совершенно у грибов клеточные стенки из хитина. А что еще построено из хитина? Внешние скелеты и членостоноги. Представляете членостоноги мухоморы это такая картинка для кожи голливудского.